Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Детство Светланы Немоляевой прошло на Плющихе. Немоляевы были обычной семьей советских интеллигентов. Владимир Викторович, талантливый комедийный режиссер, один из первых выпускников ВЭГИКа, был уважаем как начинающими, так и признанными мастерами. В своем доме Немоляевы принимали Людмилу Целиковскую и Михаила Жарова. Всеволода Пудовкина и знаменитого клона Михаила Румянцева. Война оставила в памяти Светланы тяжелые воспоминания. Было холодно, не хватало еды, но были и другие дни, когда отец брал ее с братом на съемки своих фильмов в массовку. Фильмография актрисы открывается фильмом «Близнецы» 1945. С детства Светлана полюбила и театр. Ходила на все спектакли театра имени Маяковского, актером которого до войны был брат отца Константин Немоляев. Для учебы Немоляева выбрала высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и поступила в 1958-1959 годах. Актриса Московского драматического театра на Спартаковской. Затем, на Малой Бронной, весной 1959 года Светлану Немоляеву приняли в театр имени Маяковского. Театр в конце 1950-х годов стараниями Николая Охлопкова принадлежал к числу наиболее значительных, популярных и знаменитых театров. Тогда же был зачислен в труппу и будущем супруг Светланы Владимировны Александр Лазарев. В марте 1960 года Светлана Немоляева выходит за него замуж. Дебют Светланы Немоляевой на сцене состоялся в спектакле «Гамлет», где она исполнил роль Эфелии. Спектакль был удачным и шел 8 лет. При художественном руководителе театра Андрея Александровича Гончарове Немоляева сыграла на сцене сложнейшие и ярчайшие роли в истории мировой драматургии роль Бланш, Дюбуа, «Трамвай», «Желание», «Королева Елизавета Тидорф», «Да здравствует королева», «Виват», «Мы в», «Кошки на раскаленной крыше» и других. Различные театральные премии и номинации принесли ей сыгранные роли при новом художественном. Руководители Миндаугаси Карбускиси, а именно роль Домны Пантелеевной, «Талантах и поклонниках», Анны Региновой, «Канти», «Кухарки» в «Плодах просвещения». Первую известность получила в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в громкой премьере того времени художественном фильме по опере П. И. Чайковского созданной по роману в стихах А. С. Пушкина, Евгения Онегин, широкую известность среди кинозрителей получила благодаря ярким ролям в нескольких кинокартинах. Эльдара Али Кассандровича Рязанова, «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре и замолвите слово» и «Небеса обетованные». В 1980 году присвоено звание народной артистки РСФСР. В феврале 2007 года награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» А. В. степени. В апреле 2012 года награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» Т. степени. Член Союза театральных деятелей с 1962 годом. Член Союза кинематографистов с 1980 годом. Член Академии кинематографических искусств с 2002 годом. Продолжение следует...